Стартраша во вторник в Ярселе ежегодно педагогическая конференция завершилась. В этом году она прошла по-новому. Более 130 участников, 4 направления работы, в том числе и семинары для руководителей образовательных организаций. В центре внимания сразу несколько масштабных мероприятий. В течение трех дней охватить необъятное. Что из этого получилось и каковы результаты, смотрите в нашем сюжете. Где куклы оживаю, где целый год игра, где ветерина растаю, волшебная страна. Как красный класс, как сердцу, волшебная страна, что называют весна. Вот так умилительно открылся конкурс воспитателей года в Ярселе в минувший вторник. Впервые он проходит в рамках ежегодной конференции педагогов. Прецедентами на высокое звание стали пятеро наставников дошкольных учреждений Ямальского района. Не была представлена лишь самая северная школа – Сейхинская. А вот и участники. Анна Лапшина – воспитатель Ямальского детского сада «Золотая рыбка». Александр Ваганов – педагог доп. образования Панаевского детского сада «Красная шапочка». Айгуль Бесикиева – воспитатель Мыскаменского детского сада. Светлана Ваганова – педагог-психолог Ирсалинского детского сада «Солнышко». Антонина Газанцева – музыкальный руководитель Новопортовского детского сада «Теремок». Секретами работы с детьми наставники делились на педагогических занятиях и мастер-классах. Что такое шоколад? Откуда он берется и каким бывает? Малыши вместе с Анной Александровной, воспитателем из Салимала, отправились в лабораторию для проведения опытов, а потом и в кондитерский цех. Сейчас мы об этом с вами узнаем, вкусно у нас будет или нет. Нам сейчас попробуем. Положили мы с вами скученку. Масло. Еще что? Ванилин. Кто положит ванилин? Я! Все успеете, подождите, высыпай. Высыпай, высыпай, все, высыпай. И какао. Вероника, какао. Сыпь. Не бойся, не бойся, сыпь. С вами мы все ингредиенты заложили. Теперь что нам нужно сделать? Грибыши. Перемешать так перемешать. С помощью блендера добавленные ингредиенты постепенно превращаются в однородную массу. Ребята внимательно слушают. Замечательный получился ваш шоколад. Вы настоящие мастера. Вы настоящие шоколадье. Как вкусно. Молодцы, ребята. Значит, мы с вами все правильно сделали, да? Другое занятие совершенно новой обстановки. Это спортивный зал и педагог дополнительного образования Александр Ваганов, представляющий Панаевск. Его стаж работы 10 лет. Наставник абсолютно уверен, что истинный физинструктор должен прививать любовь к спорту через свой собственный пример. На волне прошедшего в России чемпионата мира по футболу открытое занятие педагог посвятил именно этому виду спорта. По мнению жюри конкурса, пример единственного в конкурсе педагога-мужчины вновь показал, как дети тянутся к воспитателям-представителям сильного пола. В таком взаимодействии всегда особое понимание. Вообще нас поразил мужчина, да? Как мы знаем, что мужчины в нашей профессии – это очень большая редкость, да? И он такой вот открытый, конечно, было у него видное волнение, но у него прошло очень хорошо занятие. Мужчины нужны, ведь мужчина – это авторитет, да? Женщина – это женщина, воспитатель, мама, вот все. А мужчина – это мужчина. Его слышат, наверное, с первого звука, слова, взгляда. Не только открытыми уроками были заняты воспитатели на протяжении трех конкурсных дней. В работе наставника важно знать теорию, ориентироваться в постоянно меняющихся реалиях и правильно с педагогической точки зрения принимать решения. Вот и воспитатели, получив темы своих сообщений поздним вечером, уже на следующее утро давали публичные лекции, отвечали на вопросы жюри. Но и это испытание педагоги преодолели, выйдя из всех предложенных этапов с высоко поднятой головой. Для участия в этом конкурсе сподвинуло то, что каждый педагог должен стремиться развиваться. А конкурс педагогического мастерства – это есть та ступень, где можно обобщить свой опыт, хоть он и небольшой, попробовать свои силы, посмотреть, чего еще не хватает, чтобы идти дальше и не останавливаться на достигнутом. Спустя три дня напряженной работы педагоги, воспитатели, руководители образовательных организаций, в общем, все те, кто стал участником насыщенной программы, собрались в актовом зале Ямальской школы. Итог главного конкурса – «Воспитатель года-2018» – вот-вот будет оглашен. Пока есть время, оглянуться назад и посмотреть, что удалось сделать. Мне очень хочется, чтобы каждый участник этой конференции, и мы, в том числе организаторы, департамент образования, вынесли всегда то самое цельное и полезное, что всегда выносится. То есть, может быть, на какие-то вопросы нашли ответы, на какие-то вопросы мы нашли ориентиры. Вот, да, вот я это увидел, я попробую это внедрить, у меня это будет хорошо получаться, и, возможно, в следующей конференции я покажу промежуточный результат. Мы все хотели получить максимум результата от общения, от обмена опытом, хотели услышать коллективы по актуальным проблемам, хотели наметить пути решения. В принципе, те задачи, которые я ставила перед своим управлением, перед своими отделами, мы их решили. И я надеюсь, что и педагогические коллективы, которые приняли участие в нашем мероприятии, тоже нашли, либо нашли ответы на свои вопросы, либо сформулировали задачи на предстоящий учебный год. В майских указах Владимира Владимировича была поставлена такая амбициозная задача вывести школу в десятку, вернее, вывести образование Российской Федерации в десятку лучших мировых. Мы понимаем, к чему нам стремиться, и прежде всего, вот в моем понимании, и мой опыт работы говорит, что нужно начинать именно с педагога. Это очень сложно учить консерваторов, но нужно начинать именно с них. Ничего нельзя сделать, перепрыгнув через голову. Работа продолжается, и работать есть над чем. А иначе для чего это все? Педагогическая конференция завершилась, и вместе с ней районный конкурс «Воспитатель года». Церемония награждения начинается. Диплом в номинации «Знаток детской души» с правом участия в окружном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» вручен Светлане Вагановой. За преданность профессии отмечена Антонидой Казанцева. Дипломом в номинации «Знатворческий поиск» награжден Александр Ваганов. Звание «Воспитатель-исследователь» засвоено Анне Лапшиной. Диплом абсолютного победителя и звание «Воспитатель года 2018» вручается Айгуль Ситкалеевне Бесикеевой. Воспитатель-исследовательского детского сада. «Воспитатель года 2018» Я хочу сказать спасибо большое Куприянской Тамаре Петровне, которая ночами не спала со мной. Ну и Марине Николаевне Горбаневне спасибо, что она организовала это мероприятие как праздник. Конференция, конкурс «Воспитатель года». Очень огромное спасибо детскому саду «Солнышко». Коллектив очень хороший. Они помогали нам по любой нашей просьбе. Вот нам надо было клубничку на мастер-класс, они ее нашли, пенек они побежали. Вот все, что нужно было, они все нам помогли. Новый учебный год вот теперь с проведением района педагогической конференции можно считать открытым. Впереди интересные уроки, яркие занятия, незабываемые встречи. Пусть впереди и детей, и учителей, и родителей ждет немало открытий. И пусть учебный год станет временем покорения новых вершин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова